всем привет сегодня попробуем еще один вариант как делать вот такие вот вещи вот процарапана у нас и шишечки стоят вот они здесь снизу имеется из-под капота можно подложить вот такую вот ну для тех кто не понимает скажем так как свинчатка это из алюминия болваночка с разными радиусами вот ей поддавливаешь а сверху молоточком пристукиваешь и вмятина как начинает потихоньку раскрываться сожалению у меня некому снимать это все не стать его мне подставок нету я могу только показать чего получится на финише работать будут вот такими вот два молоточка у меня есть один карпоинт модный вот и один от жени днепродент вот попробую их работе остальные как бы для этих работ не предназначены вот попробовал я подставлял вот этим вот радиусом вот она небольшой подставляешь и давишь по центру вмятины и вот что получается вот тут было три штучки и потихонечку вот так вот не сильно вот так взял молоток в руку потихонечку вот таким образом забиваешь но предварительно еще раз говорю вот этими сейчас попробую вот этим молочком здесь просто радиусы немножко разные здесь такой здесь более плоский попробую сейчас и посмотрим вот еще одна у нас осталось мятинка но я условно тут важно понять принцип сказать что мы делаем и что мы получаем вот еще одно сейчас попытаюсь этим молоточком с меньшим радиусом забить вот вот она третья дальняя от нас точечка забилась единственное что от этого молотка я тоже не сильно бил остался у меня как наклеп такой как бы ну как будто острые такие как будто я вот этим острым работал хотя я бил этим окончательно близкий к шарику теперь вот попробовать надо вот эти две волны раскрыть опять же таким же принципом еще раз повторюсь у меня снимать никому поэтому я покажу результат получилось или нет вот вот этим молоточком тоже делалось вот в этом месте это как бы коррехтовка получается вот камера к сожалению снижает сейчас я чуть под выключу свет но вроде вот так видно видно вот они эти здесь как бы наклеп такой просаженный лак с металлом также как вот и вот здесь сейчас вот здесь вторую вмятина я попытаюсь сделать более плоским радиусом другим молоточком любым инструментом надо еще уметь работать и использовать его плюсы и минусы посмотрим как тут сейчас получится смотрим сейчас еще чуть со светом побалусь вот видно здесь было больше вмятина и здесь было больше и здесь вот раз два три места таких было потихоньку поднимается сейчас я попытаюсь снять вот так вот подводим вот третьей руки нету то же самое вот здесь вот подводим да и вот подводим надавливаем и сверху пробиваем руки только две и сверху потом пробиваем молоточком все потихонечку выравнивается смотрим что у нас получается вот все умятина есть все разгладивается потихоньку помаленьку также как и здесь шишки подубились то есть мы просто-напросто таким образом ускоряем время ремонта но это надо аккуратно делать можно точно так же испортить вот так напильник загнуть его чуть на газу конечно ручку чем-нибудь завернуть чтоб ей удобно было работать вот и вот такими движениями аккуратными смотреть чтобы ничего не попадало вот что чем-нибудь таким вот выложить на плоскость вот находить правильное место и потихоньку либо вот так осаживать круговую или так ну вы поймете надо на чем-то потренироваться и вот так работать опять же можно как вы видите наоборот этим кончиком он тут тоже под закругленный надо поддавить и молоточком постучать в общем надо думать пробовать и как вам удобно так и делать вот я не буду так сказать показывает тут все финиш до конца я показываю принцип это все пришло из рихтовки вот и в данном случае может сослужить пользу вот более как говорится подробные видео нет смысла выкладывать тем кому надо все уже поняли кстати неплохой логотип получается вот для видео там сайта или же там странички или неважно чего или для форума так что можете взять на вооружение дарю за 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 Продолжение следует...